Музыка Только благодаря тому, что удалось сохранить автономию, удалось де-факто создать реальную курдскую государственность на севере Ирака, сегодня Ирак находится в том сравнительно относительно нормальном положении, в котором он сейчас пребывает. То, что случилось в центре появления исламского государства, здесь есть фундаментальные причины. Дело в том, что непродуманная американская агрессия, свержение режима Саддама Хусейна, которое прошло в режиме такой быстрой мобильной операции, когда практически армия Саддама Хусейна и весь репрессивный аппарат саддамовского режима не был перемолот и не был уничтожен. Фактически был отстранен от власти и в конечном итоге либо спрятался в стране, либо эмигрировал из страны с большими богатствами. Режим саддамовский обладал колоссальными средствами. Когда американские солдаты брали территорию Ирака, даже пресса писала о находках, когда, допустим, был найден дом, в котором находилось порядка миллиарда долларов наличными. И таких закладок, видимо, Саддам Хусейн оставил немало. И вот когда мы сегодня говорим об ИГИЛ, это не просто террористическая организация, да, это на самом деле неосаддамизм. Это, так сказать, те структуры баосистские, которые на новом этапе, под новой идеологией, с более уже теперь не такого социалистического плана или попытки строительства национального государства, а уже решающие эту задачу на более примитивном, так сказать, на таком более архаическом уровне, так сказать, религиозного фанатизма, создают новое государство в центре. Если бы угроза состояла только для самого Ирака, и вопрос стоял о том, что сегодня этот Ирак должен быть либо трансформирован в федеративное государство нормальное, либо разделен на три части нормально, как курдскую, шиитскую и суницкую, то, может быть, это была бы часть беды, и стоял вопрос о том, как решить этот вопрос, как международное сообщество должно было бы гарантировать права этих, так сказать, потенциальных государств, которые могли бы возникнуть на территории современного Ирака. Но вопрос состоит в том, что исламское государство, вот еще, тем более, так сказать, постоянно себе провозглашающее, как халифат, ставит задачу не только подчинить вот эту всю территорию своей власти, но и подчинить гораздо большие территории своей власти, и создать некоторое такое архаичное, может быть, такое не вполне современное, но базирующееся на современных технологиях государство в центре Ближнего Востока, и создать новую такую имперскую структуру, которая совершенно иначе должна трансформироваться, трансформировать Ближний Восток. И с этой точки зрения, конечно, она представляет колоссальную угрозу не только Ираку, и не только Ираку, но и его составляющим частям. Даже если они хотят обособиться, они никуда не денутся от того, что им придется столкнуться с этой глобальной силой. А мы, это не просто ИГИЛ. Обратите внимание, в последнее время очень долго ходили цифры, что якобы у ИГИЛ 20-30 тысяч бойцов. Пока Масуд Барзанин не сказал в конечном итоге, 200 тысяч назвал эту цифру. Эта цифра, по сути, была признана. И объединенного комитета начальником штабов адмиралом Демси, и, в общем-то, собственно говоря, прозвучало. Да какие могли быть 30 тысяч, когда там только несколько тысяч человек, которые приехали из Европы, не считая того колоссального, демографического колоссального потенциала, который стоит за арабами-суннитами. Это практически неисчерпаемый потенциал. И если курды вдруг окажутся на передовом крае борьбы, они должны будут, как эти 300 спартанцев царя Леонида, постоянно стоять вот в своих этих ущельях и перемалывать, и перемалывать без конца эту суннитскую, так сказать, волну, которая будет идти в этот. То есть это решение не может быть найдено ни на уровне одного отдельного Курдистана. Это решение не может быть найдено на уровне Ирака. Это решение может быть найдено только как международное решение по отношению к Ближнему Востоку в целом. И это решение может быть принадено не тогда, когда его ищет Барак Обама в своем кабинете, а когда это решение принимается совокупным разумом, по крайней мере, великих держав, которые учитывают реальные интересы всех стран Ближнего Востока и всех народов Ближнего Востока.